Так, Софочка, ассалам алейкум, Тумсо, вопрос о посте, как определяют его начало и конец, и какая страна первая сообщает об этом, ведутся споры про Индонезию и Саудовскую Аравию, вроде астрономы вычисляют по звезде, интересно очень. Алейкум ассалам, Софочка, если бы у нас были бы вековые проблемы противостояния с Соединенными Штатами Америки, мы бы сейчас говорили про Америку, говорили бы какая она плохая, но у нас основная проблема наша это Россия, поэтому мы говорим про Россию. Тумсо, объясни, пожалуйста, твой посыл в эфире, что ты хочешь донести до людей, что Россия плохая, или как понять, что нужно за Европу быть, что Россия плохая 100%, этот посыл у меня, да, есть, сегодня Россия, она плохая, как страна, но нужно ли быть за Европу, да не нужно, при чем здесь Европа, вообще нет никакого разговора ни про Европу, ни про Америку, этот дискус, его пытаются нам как раз таки навязать, что если ты не за Россию, значит и там, то как будто бы на две стороны поделили мир на черное-белое, если ты не за этим, значит и за тех, нет. Для нас, для чеченцев, Россия, да, она плохая, безусловно, значит ли это, что она всегда будет такой, нет, у нее есть шанс, возможность исправиться, но сейчас она, да, плохая, причем она плохая даже для самих россиян сейчас. Но для нас, даже если она для россиян будет хорошей, для нас она пока плохая, пока она держит нас у себя, насильно держит нас в пределах своего государства, навязывает нам субъектность, ставит над нами своих наместников, она для нас плохая. И мы пытаемся объяснить это людям, сделать так, чтобы люди об этом не забывали, напоминаем о всех тех преступлениях, которые Россия совершала и совершает против нас, потому что от того, что у нас сейчас нет возможности это исправить своими действиями, если мы не будем об этом напоминать, то очень скоро люди, в принципе, об этом забудут, забудут о своей самоидентичности, о тех трагедиях, которые у нас были, и не будет стремления к тому, чтобы восстановить справедливость, к тому, чтобы освободиться, и чтобы это стремление не угасло, мы об этом просто напоминаем. Видишь, во всей моей речи, которую я сейчас сказал, я ни разу не упомянул ни Америку, ни Европу, никого, потому что это никак не связано с ними, понимаете? Для нас Европа, сейчас я нахожусь, живу в Европе, не потому что я мечтал жить в Европе, потому что я вынужден был сюда приехать, здесь я нашел убежище для себя, за что благодарен Швеции, так как она меня приняла. Однако, если бы у нас были бы вековые проблемы противостояния Соединенными Штатами Америки, мы бы сейчас говорили про Америку, говорили бы, какая она плохая. Но у нас основная проблема наша, это Россия, поэтому мы говорим про Россию. Ну что, твое мнение по поводу Шамиля Басаева и некоторых других людей удивляет. Можешь подробнее объяснить свою позицию по поводу того, что является террористическим актом и кто является террористом? Так, по поводу Шамиля Басаева, мое мнение, в принципе, однозначное. Шамиль Басаев является героем чеченского народа, он любим и абсолютно уважаем большинством чеченцев. Что касается моей позиции по поводу террористического акта и кто является террористом, это даже в мире определение террористического акта и того, кто является террористом, это не до конца определенный момент. То есть, на эту тему можно долго рассуждать, я бы не хотел чрезмерно в это вдаваться. Если для себя нужно определить, что является терроризмом, террористическим актом, то можно просто загуглить эту тему, посмотреть материалы. Другое дело, что загуглив, посмотрев, ты можешь для себя определить, что по твоим критериям Шамиль Басаев будет террористом. Это будет твое мнение, от этого он не станет менее любим чеченцами, потому что это человек, который отдал свою жизнь за свободу чеченцев, чеченского государства. И мы в любом случае будем его любить. При этом, да, мы признаем, что в его жизни он, конечно же, совершал ошибки, и никто из нас не лишен того, чтобы совершать эти ошибки. Но его ошибки, мы сами ему их простили, и мы делаем за него дуа, просим Всевышнего Аллаха, чтобы он ему также их простил и наградил его высшей степенью рая. Так, аноним. Саламу алейкум, Тумса, сура, третье, сто третий аят. Держитесь, заверив Аллаха, и не разделяйтесь, а значит, быть лишь мусульманами, не суннитами, не шиитами, не суфистами и так далее. Напоминание всем. Алейкум, саляму, раму, баракату. Боюсь, дорогой брат, что после того, как этот аят, он безусловно является истиной, но там, где произошло какое-то, значит, кто-то откололся, допустим, и эта отколовшаяся группа, ее по праву дают ей какое-то определение, то есть ее как-то называют, чтобы люди их сторонились. Если ты говоришь, что нет никаких разделений на шиитов и суннитов и так далее, то это ложь. Это разделение есть, не потому что оно с этим пришел там ислам, или ты найдешь это где-то в уране, нет, потому что оно по факту случилось. То есть шииты, они по факту есть, и там есть очень серьезные отклонения. Суфии, они по факту есть, и даже они внутри там разные. Поэтому призыв сам держаться крепко, заверив Аллаха и не делиться, это очень правильный призыв. Но говорить, что не существует никаких заблудших групп, все мы правильные, все мы на истине, поэтому мы давайте все назовемся мусульманами и будем делать вид, что не существует никаких заблудших убеждений, это, конечно, неправильно. Нужно определять заблудшие какие-то отклонения, эти отклонения ученые по праву дают им какие-то названия, как правило, большинство из них имеют названия по их, по отцам этих, основателям этих отклонений. И чтобы люди от этого оберегались, чтобы они знали, как это проявляется, и ни в коем случае не попадали под влияние подобных отклонений. Ну и плюс к тому, мы знаем хадис, пророка, где он говорит, что ума разделится на 73 течения. И это уже, понимаете, говорит о том, что это было предопределено, что разделения будут, и никуда мы от этого не денем. Вы друг друга обвиняете, что это заблудшие, те говорят, что это заблудшие, но Коран вообще нормально, не изучают, а лишь хадисы и всякие традиции. Понятно. Если бы в этом мире, как только ты видишь, что, значит, одна сторона обвинила другую, а другая не приняла эти обвинения, а, значит, ответила тем, что нет, это вы на самом деле не правы, если бы эта ситуация сразу же заставляла бы нас сдаваться, говорить, а, ну все, здесь все, значит, запутано, мы это все оставляем, то в мире не существовало бы, наверное, никаких вообще споров, противоречий. На этом и строится, как бы, этот мир, понимание. И, конечно, каждая сторона считает, что она на истине, она это доказывает. Ты смотришь аргументы той и этой, выбираешь для себя то, что звучит для тебя конкретно более убедительно, и следуешь этому. А так никому ничего не навязываем. Так. Софочка. Салам алейкум, Тумсо. Вопрос о посте. Как определяют его начало и конец, и какая страна первая сообщает об этом? Ведутся споры про Индонезию и Саудовскую Аравию, вроде астрономы, вычисляют по звезде, интересно очень. Алейкум ассалям. Софочка задонатила 50 евро, задать этот вопрос. Даже как-то неудобно сказать, что не моя тема, посмотри, посмотри у религиозных деятелей. Хотя вопрос о начале поста и о конце здесь, я так понимаю, идет речь о месяце, а не о конкретном посте. Лучше всего, конечно же, почитать об этом в трудах ученых. Они все эти моменты определяют. Но я скажу, что я для себя, чем я руководствуюсь для себя. Для себя я руководствуюсь тем, что, безусловно, началом месяца Рамадан является видение Луны на 29-й день месяца Шабан. Если на 29-й день месяца Шабан мы не увидели Луну, то 30-е число автоматически продлевается этот месяц на 30 дней. И далее начинается Рамадан. Но вот здесь вопрос возникает, а, допустим, в Швеции мы Луну не увидели, и мы 30 дней будем Шабан отчитывать. А, например, в Саудовской Аравии увидели Луну, у нее только 20 дней. И вот здесь я для себя, здесь уже это спорный момент, есть те, кто не согласятся, есть те, кто, допустим, не будут ориентироваться на Саудовскую Аравию, а будут чисто на свое видение по своей стране. Я здесь придерживаюсь мнения, что нужно ориентироваться на Саудовскую Аравию. И я считаю это не ориентирование на Саудовскую Аравию, я считаю это проблемой, так как получится, что весь этот календарь, он сдвигается. То есть получается, что где-то, скажем, в Швеции календарь Хиджры идет своим чередом, фаза здесь вообще другая, а где-то в Саудовской Аравии она совершенно другая. Поэтому, чтобы этого не было, для себя я принял такое решение, что нужно ориентироваться по Саудовской Аравии. Если они увидели, то мы просто следуем за ним. Если они увидели, опять-таки мы набираем 30 дней шабана и, значит, дальше потом постимся. Такова моя позиция. Что касается начала именно конкретного поста и его конца, то это уже более такая обширная тема. Понятно, что с наступлением утренней молитвы начинается пост и заканчивается он, как только солнце, диск солнца садится, уходит за горизонт, то мы прекращаем поститься. Саудовская Аравия